Мало что так возвращает в прошлое, как просмотр мультфильма, который вызывал бурю детских эмоций. В колене, выросшем на телевидении 80-х и 90-х, сложно представить воскресное утро тех лет без полюбившихся миллионам анимационных картин «Американский хвост», «Анастасия», «Земля до начала времен». Эти мультфильмы – детище одного творца, аниматора Дона Блута. В 1989-м вышел его мультфильм «Все псы попадают в рай». Само по себе название навевает мысли о загробной жизни, но мурашки бегут по коже, если подумать, что сиротку Энн Мари в этом мультфильме озвучила девочка, которой не суждено было встретить свое 11-летие. На момент, когда «Все псы попадают в рай» вышел на экраны, Джудит Барси уже не было в живых. Девочка, голос которой мы слышим, стала жертвой жестокого убийства. Хочется верить, что она попала в рай, будучи невинным ангелом, прожившим на земле недолгую жизнь, полную светлых моментов. Но ее жизнь также была полна слез и страхов, которые не должен испытывать ни один ребенок. С начала существования голливудской киноиндустрии «Дети-актеры» пользуются спросом у режиссеров. Дети работают на сценических площадках, поднимая уровень эмоций в сценах и тем самым увеличивая рейтинг фильма. Имя Джудит Барси, возможно, ни о чем вам не говорит. Она так и не успела достичь уровня славы Ширли Темпл, Дрю Барримор или Дакоты Фанинг. Но с пяти лет Джудит потихоньку строила респектабельную карьеру. В середине и конце 80-х она была подающей надежды детской актрисой, снявшейся в 72 рекламных роликах, шести фильмах, например, в числе ее работ съемки в сериале «Сумеречная зона», двух фильмах «Глаз тигра», «Челюсти 4» и во множестве ситкомов. Она озвучивала два анимационных фильма и несколько раз появлялась в качестве приглашенной актрисы на телевидении. С выходом мультфильма «Все псы попадают в рай» и ее бы, несомненно, ждал успех. Но родителей не выбирают, и удивительно талантливой девочке суждено было родиться в семье, где царили токсичные отношения и власть отца-тирана. Это история о юной детективе, о девочке-актрисе, чья судьба сложилась невыразимо трагично, а также о зловещих, мистических совпадениях и признаменовениях о ее жизни. Мы также попробуем разобраться в скрытых смыслах и посылах неоднозначной мультипликационной картины, ставшей ее последней работой. Джудит была тихим, добрым и послушным ребенком, из-за чего у многих окружающих складывалось ложное чувство, что у нее все хорошо. Тем временем, по мере того, как ее карьера набирала оборот, за кадром дела шли все хуже и хуже. Джудит, вероятно, верила, что когда-нибудь доживет до того, чтобы рассказать свою историю. Но в 10 лет она столкнулась с самым большим предательством, которое только можно себе представить. События, приведшие к убийству Джудит и само преступление, представляют собой ошеломляющую, ужасающую историю. Небольшой дисклеймер. Вынужден предупредить, что это видео не только о мультфильме, но и о преступлении против ребенка и о домашнем насилии, поскольку эта тема для многих зрителей может стать травмирующей. Джудит родилась в семье Йозефа Барсии Марии Вирович, иммигрантов из Венгрии. В отличие от Чехословакии, Польши, Югославии, даже после победы над гитлеровской Германией прокоммунистические партии в этой стране не получили большой популярности. В Венгрии советская власть приживалась с трудом. Многие, мягко говоря, без восторга относились к тому, что их государство после войны оказалось в зоне влияния Советского Союза и эмигрировали из родной страны. В их числе были юные Йозеф и Мария. Но судьба сведет их намного позже. Барси, преступление которого мир никогда не забудет, до встречи с Марией был женат на другой женщине. Где-то в конце 50-х годов Йозеф в поезде, который уносил его из Венгрии в эмиграцию, познакомился с 11-летней Кларой. Счастливые от новообретенной свободы, они разговаривались. Клару привлек симпатичный молодой человек, и они решили держаться вместе. Вскоре пара поселилась во Франции. Йозеф и Клара поженились, но буквально через несколько месяцев у новоспеченного мужа появились проблемы с алкоголем. Однако это было лишь началом бед в их семье. Напиваясь, Йозеф возвращался домой злой и изливал свое недовольство и агрессию на жену. Поначалу это были лишь ссоры и придирки. Но затем он начал избивать ее. В те дни о жестоком обращении не говорили. Его прятали, как грязное белье, как нечто постыдное. Клара терпела, и в браке родились двое детей. Сын Барна и дочь Агнес, Аги. Во время обеих беременностей Клара подвергалась физическому насилию. Семья переехала в Нью-Йорк в 1964 году, где Йозефа стали называть Джо. Со временем его гнев начал выриваться на сына. «Ты ничтожество, ты ни на что не годен», — говорил мальчику вупивший отец. Эмоциональные издевательства над ребенком стали обычным делом для пьяного Барси. Барна всегда просто слушал, стараясь сдержать слезы. Он был тихим, застянчивым мальчиком. А когда становилось невыносимо, убегал рыдать в свою комнату. Он никогда не получал отцовского одобрения, что бы ни делал. К дочери Йозеф физическое насилие не применял, но из-за невероятно напряженной обстановки дома у Аги начались проблемы с желудком, а в пять лет появились непроизвольные подергивания головы. Это побудило Клару развестись и переехать в Аризону. Где-то в 1969 году она решила, что Йозеф больше не будет калечить ее детей. Барси попрелся за ней и увещеваниями и ложными обещаниями уговорил жену снова сойтись. Но хватило его ненадолго. После того, как он напился, будучи в гостях у знакомых венгров-иммигрантов, он метнул в голову жены сковородку. Только чудом ей удалось вернуться. Вещи Барси были собраны и выставлены за дверь. Дочь попрощалась с ним словами «Я ненавижу тебя. Ты мне больше не отец». Хотя Мария Агнес Вировач и Йозеф Барси мигрировали в Америку порознь и оба некоторое время жили в Нью-Йорке, судьба свела их в Лос-Анджелесе. Они познакомились в ресторане, который был хорошо известным местом сбора мигрантов, где Мария работала официанкой. Она знала завсегдатаев заведения, и тут появился этот парень. Смуглый крепыш Йозеф, или аризонский Джо, как его называли, сидел за стойкой бара, склонив голову над своими напитками, за которые расплачивался стадолларовыми купюрами. Для того района – неслыханная роскошь. Он показался ей уверенным в себе, сильным, обеспеченным и загадочным. В свободное время он играл на банджо в группе, где его псевдоним был Йосеф. Мария мечтала о семье и детях, и была впечатлена, увидев в задумчивом мужчине, кого так-то бы мог быть ее защитником. Благодаря общему наследию этих двух потянуло друг к другу. Они поженились в 1977-м, и в первые годы брака, который для обоих был вторым, казались совершенно счастливой парой. Барси зарабатывал на жизнь слесарем и был не прочь потратить деньги на жену. Он покупал ей драгоценности и подарки. Помимо родины, у пары было еще кое-что общее трудное детство. Была бы возможность брать новый айфон каждый год, да не вкладывать огромные суммы. Да чтоб по подписке работало все. Так, есть такой сервис. Называется Spedant Market. Теперь можно забыть о кредитах, займах и рассрочках. Spedant Market подпиской ты сможешь не только экономить крупную сумму при покупке нового смартфона, но и получишь массу преимуществ. Это сервис подписки на айфон, который позволяет обновлять свое устройство на более новую модель без дополнительных платежей. По окончанию подписки, стоимость которой всего от 1500 рублей в месяц, ты можешь легко обменять свой айфон на более свежую модель или просто вернуть его. И самое прекрасное, это абсолютно бесплатно. Теперь можно быть в тренде и всегда использовать самые актуальные модели айфон, не переплачивая огромные суммы денег. А чтобы сделать это еще более выгодным, у меня есть для твоих подписчиков специальный промокод RIGFIX, который дает скидку 500 рублей при покупке устройства. Не упусти свой шанс обновить свой смартфон, то есть меня уже сейчас! Переходите по ссылке в описании и получите лучшие условия подписки на айфон от Pedant Market. Будьте в тренде, экономьте деньги и наслаждайтесь самыми свежими моделями айфон. Ссылка в описании. Йозеф родился 26 ноября 1932 года в суровом промышленном районе Венгрии во времена правления адмирала Хорти. Незаконно рожденный ребенок Йозеф никогда не знал своего отца, страдал от социального отвержения и издевательства со стороны других детей и собственных школьных учителей. Он винил свою мать за то, что она была не замужем и воспитывала его как внебрачного ребенка и, следовательно, считал всех женщин шлюхами. Когда в браке начались ссоры, Мария знала, как уколоть мужа побольнее. Она называла его ублюдком, вызывая вспоминания о травмирующем факте его незаконно рожденности. А отец самой Марии был физически и психологически жестоким алкоголиком. Поэтому, когда муж начал пить, завязались долгосрочные токсичные отношения психологически созависимых людей, из которых выйти живыми им уже не удастся. Мария была очень уязвима перед жестоким обращением со стороны мужа, поскольку, вероятно, подвергалась физическому насилию со стороны отца в детстве. Барси обладал очень вспыльчивым характером. Эти вспышки гнева особенно остро проявлялись, когда он выпивал. Он стыдился своего венгерского акцента. Если ему казалось, что кто-то насмехается над ним, он взрывался, как рассказывал его друг и коллега Патрик Кивлин. Однажды даже напал на человека, вооружившись брусом, потому что тот подшучивал над его произношением. Также Йозеф, очевидно, любил выпендриваться перед друзьями. Он рассказывал Кивлину, что потерял зрение на один глаз в потасовке, а также, что отсидел в срок в Нью-Йорке за убийство человека в драке. Якобы он уложил парня с одного удара. Нет никаких записей о том, что это правда. В его досье значились лишь три ареста за вождение в нетрезвом виде. О своем прошлом Йозеф рассказывать не любил, так как это был еще один триггер, приводящий к вспышкам гнева. Если и говорил, то обычно рассказывал, что его родители умерли, чтобы не упоминать свое происхождение. Друзья и знакомые Барси давно поняли, лучше избегать расспросов о его личной жизни. Джудит Эва Барси появилась на свет 6 июня 1978 года. Йозеф тут же стал проявлять признаки собственничества и тирании. Он предпочитал держать Марию и ребенка рядом с собой и никогда не выпускал их из виду. Он чувствовал, что таким образом сможет обезопасить свою семью, но делал это агрессивно и странно. Например, он никогда не отдавал Марии почту, предварительно не открыв и не прочитав все письма, адресованные ей. После рождения дочери Барси продолжал пить и в состоянии алкогольного опьянения начал поднимать руку на Марию, как до этого на Клару. Мужчина мог шлепнуть жену, ударить и даже душил ее почти до потери сознания. Как и всегда, ему казалось, что его провоцируют на гнев. Не важно, кто это, посторонний мужчина или собственная жена. Он просто нападал, когда ему казалось, что они заслужили. Однажды он даже атаковал школьника, потому что тот попросил повторить вопрос, который Барси ему задал. Йозефу показалось, что мальчик повел себя неуважительно. Барси применял к Марии насилие при свидетелях. Но никто не вступился за женщину. Возможно, еще из-за того, что у него была репутация очень агрессивного человека и встать между ними женой значило бы самому попасть в опасное положение. Йозеф считал, что Мария сама напросилась и даже хвастался знакомым, как поколачивает жену. Также он небрежно бросал, что в один прекрасный день убьет эту шлюху. Его не останавливало даже то, что Мария была матерью его дочери. И часто во время избиений жена держала ребенка на руках. После ссоры и избиений Барси задаривал жену подарками. Это типичный прием для совершающих насилия. Если все время издеваться над человеком, он рано или поздно не выдержит и уйдет. Если же временами заглаживать ситуацию, проявлять любовь и заботу, жертва, сдерживаемая мнимой надеждой, что все наладится, не будет стремиться изменить ситуацию в свою пользу. И вот в такой обстановке и росла Джудит. Но каким-то образом ее внутренний огонек не погас. Она росла обычной веселой девочкой. С удовольствием смотрела смурфиков, заботливых мишек, альфа и кто здесь главный. Ей нравилось играть в игру «Операция». Ее любимыми цветами были розовый и фиолетовый, а любимым цветком подсолнух. Джудит любила играть со своими куклами и кататься на велосипеде со своими друзьями. А еще они с подругой обожали играть на лужайке в купальниках, когда над ней работали разбрызгиватели, пробегая сквозь струи воды под ярким калифорнийским солнцем. Джудит росла счастливой девочкой, ведь у нее была мама, которая делала для нее все возможное. Мария питала страсть к голливудскому гламуру и с раннего детства готовила свою девочку к актерской карьере. Она сама одно время мечтала стать актрисой, но, выйдя замуж и родив ребенка, осознала, что ее время прошло и обратила все свои надежды и амбиции на Джудит. Она рассказывала всем, кто только был готов слушать, что ее дочь будет звездой. Брат Марии Уэлден говорил, что шансы на то, что Джудит добьется успеха, заставляют один к десяти тысячам. Но Мария Барси и слышать ничего не хотела, и доказала, что брат ошибался. Она была домохозяйкой и все свободное время тратила на то, чтобы сделать из дочери голливудскую звезду. Она учила ребенка петь, танцевать, правильно произносить слова и плакать по необходимости. Джудит эти занятия и время, проведенное с мамой, доставляли удовольствие. Став мама-менеджером, мамой и менеджером в одном лице, как ее называла Джудит, Мария всерьез занялась карьерой дочери. Она водила ее на все прослушивания, на какие только могла. Мария даже выясняла, где вращаются люди, связанные с киноиндустрией, и приходила туда со своей дочерью, чтобы однажды Джудит заметили. Так они появились на ледовом катке, где съемочная команда работала над рекламным роликом. И вот материнские уроки осанки, самобладание, голоса окупились. Как говорят, успех приходит, когда возможность сочетается с подготовкой. Мария дала Джудит особые инструкции. Громко смеяться и всем своим видом показывать, как ей весело. Один из продюсеров увидел пятилетнюю девочку, похожую на фею, мастерски катающуюся на льду. На самом деле он принял ее за трехлетнего ребенка и решил, что она идеально подойдет для рекламы апельсинового сока «Дональд Даг». И с этого ролика ее карьера пошла в гору. Буквально в тот же день агентом Джудит стала 25-летняя Рут Хансен, специализацией которой было предвижение детей актеров. По ее словам, Джудит Барси стала успешной коммерческой актрисой отчасти, потому что выглядела намного моложе своих лет. Джудит была невысокой для своего возраста, всего 112 сантиметров. Она была крошечной миниатюрной девочкой. В 5 она играла трехлетних, а в 10 – 7-8-летних, что было очень востребовано. Ведь пятилетний ребенок более убедительно сыграет, проявит больше навыков актерской игры и следует инструкциям лучше, чем, скажем, трехлетний. Физическое отставание в росте беспокоило Марию. Она консультировалась с врачами, те прописали Джудит гормоны роста. Она принимала их какое-то время, после чего была вынуждена прекратить. Продюсеры очень опасались, что Барси потеряет свой детский голос, ее внешность сильно изменится. Джудит могла стать невостребованной в кино. Им нужна была маленькая взрослая девочка. Джудит была милой, не по годам развитой и умной. Девочку после неоднократно приглашали для съемок в рекламных роликах таких марок, как Макдональдс, Лейс и Кодак. Она снималась в рекламе игрушек и еды, например, томатного супа Кэмпбеллс. Кстати, после многочисленных дублей у нее осталось такое отвращение к томатному супу, и она больше никогда его не ела. Начинающая актриса снималась в панке Брюстере, проблемах взросления и других телесериалах, в основном семейных ситуационных комедиях. Все, кто знал Джудит, описывали ее как умную, очаровательную и забавную, также очень вежливую. Коллеги по съемкам удивлялись ее недетской подготовке к работе и профессионализму. Единственным недостатком Джудит при всей ее актерской игре было то, что она часто пропускала школу в Неваде и говорила подруге Лизе Улимс, что скучает по школе, потому что очень скучает по своим друзьям. Ее любимыми предметами в школе были и история, и изобразительное искусство. Вообще, Джудит очень любила проводить время на улице, катаясь на велосипеде или играя с разбрызгивателями на лужайке. Казалось, она старалась как можно больше времени проводить вне дома. Джудит и Мария были очень близки. Девочка бегло говорила по-венгерски, и когда они с мамой бывали на публике, они часто говорили на родном языке Марии, чтобы никто не понял, о чем речь. Мать и дочь редко расставались друг с другом. Мария учила Джудит вязать. На этом рисунке мы видим, какую глубокую привязанность девочка испытывала к своей маме. В 1985 году Джудит получила роль в телефильме «Ты помнишь любовь?». Дочь Шерри Барбер, девочка по имени Андреа, также снималась в фильме. Джудит и Андреа сдружились. Девочки шутили, хихикали и подкладывали записки друг другу под дверь. Шерри вспоминала, что между дублями в трейлере Джудит и ее мать Мария по очереди читали рассказы, а их голоса были мягкими, ласковыми и оживленными. Хотя Джудит Барси не была звездой, ее доход, оцениванный в 100 тысяч долларов в год, позволил им в 1985 году приобрести скромный загородный дом в стиле ранчо 1960 года постройки в Каного парке. Дом располагался по адресу Michael Street 22100 и включал три спальни, две ванные комнаты и земельный участок. Первое, что сделал Йозеф, это поставил вокруг дома кованый забор с шипами сверху. Такого ограждения не было ни у одного дома в тихом, спокойном пригороде Лос-Анджелеса. Соседи вообще не ставили заборов. Зачем он ему понадобился? С соседями Барси сводил разговоры к минимуму и было очень скрытным. Семья Барси стала жить в этом прекрасном доме. Хотелось бы сказать, что счастлива, но не тут-то было. До того, как карьера Джудит пошла в гору, они жили на пособия и испытывали финансовые трудности. Проблемы с деньгами ушли, но усилились оскорбления, страх, ненависть и слезы. И без того редкие счастливые моменты и вовсе ушли в прошлое. Остались лишь бессонные ночи. За закрытыми дверями Джудит и ее мать Мария Барси подвергались постоянному насилию со стороны Йозефа. Наряду с этим мы не постоянно слышали угрозы. По мере того, как Джудит приобретала все большую известность с помощью своей преданной матери, Йозеф становился все более жестоким, ревнивым и параноидальным. Его маленькая девочка стала актрисой с очень напряженным графиком, и она не могла жить жизнью обычного ребенка. И как результат, он пытался сохранять жесткий контроль над дочерью, которая добивалась успеха в мире, который он едва знал. Безусловно, его злило и унижало то, что его дочь зарабатывала больше денег, чем он сам. Йозеф не мог содержать свою семью, за него это делала его дочь, и он чувствовал позор, тратя ее деньги. И компенсировал свое унижение тем же способом, что и в детстве, когда его обижали сверстники и взрослые. Джудит проявлял агрессию. Вне дома Йозеф, казалось, обожал Джудит, называя ее малышкой. По мере того, как жестокое обращение усиливалось, оно начало выплескиваться наружу и перед соседями, которые описывали, что Йозеф часто беспричинно сердился на маленькую девочку. Однажды Мария купила Джудит воздушного змея. Малышка играла с ним снаружи, когда вышел отец, и просто отобрал игрушку. Джудит впала в истерику, она требовала, верни, ты можешь сломать его. Посмотрите на нее, она смешливо сказала Барси соседке. Да она просто избалованный ребенок, который не хочет делиться своей новой игрушкой. На глазах соседки и дочери Барси разорвал змея на мелкие кусочки. Йозеф был неуверенным в себе человеком. Он становился все более неуравновешенным и ревновал к статусу кормилицы семьи, которую обрела его дочь. И к тому факту, что все, кто ее знал, обожали девочку. Однажды вечером, когда у них дома была вечеринка, Йозеф был взбешен тем вниманием, которое его дочь получала от гостей. Когда она пошла на кухню, отец последовал за ней. Назвав ее чертовым маленьким отродьем, он схватил ее за конский хвостик и швырнул на пол. Джудит никому не рассказывала об этом инциденте, за исключением подруги по начальной школе. Он начал проявлять к ней физическое насилие все чаще и агрессивнее. Сначала шлепал, оправдываясь тем, что она избалована, и он ее воспитывает. Однажды он, начал швырять ребенку в лицо кастрюли и сковородки и разбил Джудит нос в кровь. Барси часто приходил в ярость по отношению к своей дочери, а затем рассыпался в извинениях, покупая ей подарки, чтобы загладить свою вину. По воспоминаниям подруг Джудит, они тоже боялись ее отца, отчасти из-за того, что она рассказывала им в школе. А иногда, когда друзья стучали в дверь, чтобы узнать, выйдет ли Джудит поиграть на улицу, он открывал им пьяный и говорил, кто эта маленькая жопа, ее нет дома. Постепенно дети перестали приходить, чтобы случайно не столкнуться с мистером Барси. Аги, старшая дочь Йозефа Барси, после разрыва отношений с ним ничего не слышала об отце 14 лет. Барна же, напротив, поддерживала с ним связь. В мае 1986 года Йозеф пригласил обоих своих детей в Калифорнию. Барна и Аги были шокированы и взволнованы, но согласились приехать через несколько недель, чтобы познакомиться с их сводной сестрой Джудит и новой женой отца Марией. Из-за отсутствия отцовской любви и одобрения в детстве Барна выражал своей боли гнев в том, что бунтовал против всего и всегда. Еще в старшей школе он пристрастился к алкоголю, но Йозеф был их отец, и брату-сестре хотелось оставить все позади. Но для Барны уже сложно было что-либо исправить. В последующие годы он проходил программу реабилитации, лежал в рехабах и даже сидел в тюрьме. Но ничего не могло помочь ему побороть зависимость. Он так и не смог обрести самоуважение, которое были уничтожены отношением к нему отца в детстве. Йозеф лишил единственного сына того же, чего в детстве был лишен сам, уверенность в себе. Единственным средством для парня почувствовать себя лучше стал алкоголь. Барна стал бездомным и в 1995 году покончил с жизнью самоубийством, бросившись с моста в воду. Агнес же много лет боролась с раком молочной железы, от которого умерла в среднем возрасте. Но те четыре майских дня 89-го, когда Йозеф воссоединился с детьми, были одними из самых счастливых в их жизни. Он сказал барне и Аге, что сожалеет о том, что был таким плохим отцом. И хотя он этого не показывал, он всегда любил их. Время, проведенное вместе, примирило их и исцелило отношения отца с детьми. По словам Аги, когда пришло время уезжать, Джудит отвела сестру в сторону и прошептала на ухо. «Аги, мне страшно, забери меня с собой». Девушка спросила, чего она боится, и Джудит ответила, «Я боюсь, что отец сделает что-то плохое». Аги успокоила Джудит тем, что когда она росла, отец постоянно угрожал их семье, но никогда не воплощал свои угрозы в жизнь. А угрозы были нешуточными. Барси чередовал их, иногда говорил, что убьет свою жену, в других случаях, что убьет себя и Джудит, а Марию оставит в живых страдать. Кивлин рассказывал, что аризонский Джо Барси 500 раз говорил ему, что собирается убить свою жену. Тот пытался урезонить его. «Если ты убьешь ее, кто будет с твоей малышкой?» «Я должен убить ее тоже», – отвечал Барси. Джудит постоянно испытывала стресс и боялась своего отца, который неоднократно угрожал разрушить ее жизнь, если она решит покинуть его. Кроме угроз, Йозеф никак не выражал свою привязанность к дочери. Он даже пропустил вечеринку в честь его восьмилетия. Мария арендовала дорожку в боулинге, там было много подруг Джудит из школы со своими матерями. И когда те спросили Марию, где же Йозеф, та ответила, что он предпочел остаться дома и пить. При том, что Барси продолжал разрушать свою семью изнутри, он маниакально боялся потерять жену и ребенка. Однажды он сказал своему Шурину, «Если семейной жизни не будет, значит, не стоит и жить». Он даже привел свою жену в гараж, где хранил баллоны с газом и, указав на свои запасы, сказал, что если она когда-либо решит уйти от него, он взорвет дом вместе с ними внутри. Барси, как я уже упоминал, читал почту жены и однажды увидел письмо от ее родственников из Венгрии. Там говорилось, что умер кто-то из ее родных, планируются похороны. Сможет ли Мария приехать? Йозеф запаниковал, если бы решит ехать, то она возьмет с собой Джудит. И как знать, что будет? Может, она не захочет обратно возвращаться? Он решил не показывать жене письмо, просто спрятал его. Мария своеобразно пыталась отделаться от мужа. Она решила, что раз она не может уйти от него, значит, нужно сделать так, чтобы он ушел сам. Зная, что Йозеф помешан на чистоте, она даже пыталась сделать дом похожим на свинарник, чтобы вынудить его съехать. Дома царил полный хаос. В ответ Йозеф горько жаловался на ее ведение домашнего хозяйства, проводя экскурсии по дому для друзей, чтобы показать им горы игрушки и одежды. Мария перестала следить за собой, не пыталась выглядеть привлекательной. Но муж не хотел ее отпускать. С одной стороны, Мария так часто говорила о поведении своего мужа знакомым людям, что те уже перестали обращать на эту ситуацию внимание. Когда человек говорит о чем-то настолько глубоко личном, люди не всегда находятся, что сказать и предпочитают обойтись коротким комментариям. Но не все. В отличие от других известных случаев, когда свидетели закрывали глаза на жестокое обращение, соседи, родственники и знакомые искренне пытались помочь. Друзья семьи, которые угощали Джудит домашней венгерской колбасой, когда она приходила в гости, рассказывали, что девочка говорила очень пугающие и мрачные вещи о своей домашней жизни. «Я боюсь идти домой. Мой папа несчастен. Мой папа напивается каждый день, и я знаю, что он хочет убить мою маму». Она так много времени проводила у них дома, что было ясно, это не детские фантазии. Те позволяли ей проводить у них в безопасности столько времени, сколько она захочет. Однако не предпринимали ничего сверх. Одна соседка предложила Марии Барси убежище в ее собственном доме, но та отказалась. Маленькая Джудит также рассказывала о том, что происходит дома коллегам-актерам. Иногда она приходила на съемки в синяках и царапинах. Актеры были шокированы. Партнерша Джудит по фильму «Проблемы взросления» Трейси Голд тоже предложила Марии помощь, но та уклонилась. Сначала отговаривалась, что слишком усердно работает над карьерой своей дочери, но со временем призналась. «Я не могу, потому что он найдет нас и убьет». Мария была уверена, что если социальные службы заберут Джудит, то Йозеф обвинит ее в потере малышки, и все, она будет мертва. А Джудит останется без матери. Хотя большая часть оскорбления в доме была словесной, Мария Барси в декабре 1986 года подала заявление в полицию на своего мужа. В нем упоминались все его угрозы убить ее, задушить, и тот единственный раз, когда он ударил ее по лицу. Однако никаких свидетельств нападения обнаружено не было. Без доказательств или травм, полученных в результате жестокого обращения, правоохранительные органы не отнеслись к этому делу серьезно. Женщина неоднократно звонила в полицию, когда происходили нападения со стороны Йозефа, но им казалось, не было дела до семейных разбирательств. Мария сдалась и решила забыть о выдвижении и обвинении против мужа. Вместо этого она пыталась справиться с ситуацией самостоятельно. Парадоксально, но на Йозефа полиция на пороге подействовала отрезвляюще. Несмотря на показное бахвальство, визит офицеров и перспектива оказаться в тюрьме, оказали на него такое впечатление, что он даже бросил пить и был трезвенником около двух лет. Также он перестал бить жену, но Мария продолжала страдать из-за того, что он причинил им боль и обиды не давали им снова быть счастливой семьей. Он не мог вернуть расположение жены. Бросить пить было недостаточно, чтобы семья перестала бояться его. Вероятно, это задевало Йозефа, ведь он так старался, а ситуация не становилась лучше. Его гнев по отношению к жене вернулся и стал еще сильнее. Он никогда не был доволен Марией и всегда выказывал свое неодобрение ею, как дома, так и на людях. Он жаловался на все, что она делала, начиная с ее ведения домашнего хозяйства и заканчивая тем, с кем она общалась и какие игрушки покупала их дочери. Он также начал жаловаться друзьям и знакомым, что Мария отвергает его попытки наладить отношения, перекладывая на нее вину за то, что она не могла просто взять и забыть 10 лет побоев, угроз и оскорблений. И как ни странно, это сработало. Окружающие стали винить Марию за то, что она не пыталась сохранить семью. Затем Йозеф решил обрести счастье на стороне. Он отправился на поиски привязанности, сыпая другую женщину, более молодую, дорогими подарками. Он проводил с новой пассией много времени. Тем не менее, Барси не собирался оставлять или отпускать Марию. За стенами дома 22-100 по Майкл-стрит продолжался ад. На смену физическому насилию пришло эмоциональное. Барси продолжал угрожать жене и дочери. По словам Аги, ее отец панически боялся остаться один, как в детстве. Ханса называла свою подопечную жизнь радостной, счастливой маленькой девочкой. Позже Рут заметила некую перемену в поведении Джудит. Она стала казаться потерянной, испуганной и быстро начинала плакать или грустить по пустякам. В мае у Джудит было запланировано прослушивание для полнометражного мультфильма «Все псы попадают в рай», который она впоследствии успешно прошла. Но в тот день, в ответ на простую инструкцию, Джудит разразилась рытаниями. «Вот тогда-то я и поняла, насколько плохи дела Джудит. Она так истерически плакала, что не могла говорить», — рассказывала ее агент. «Она ни разу не видела ребенка в таком состоянии». По мере того, как нарастало отчаяние и стресс, Джудит начала выдергивать себе брови и ресницы. Рут заметила это и спросила, почему ты лишила себя ресницы? «Из-за всех этих проблем дома», — ответила девочка. Она также выдергивала усы у домашних кошек. Джудит начала набирать вес. Она стала много есть, наедаясь буквально до тошноты. Девочка начала ночью мочить постель. Увы, чтобы взрослые заметили проблемы девочки, должна была начать страдать ее карьера. Хансен решила вмешаться. В конце концов, ее клиентка в таком эмоциональном состоянии не могла работать и приносить доход. Рут настоятельно рекомендовала Марии направить Джудит к детскому психологу. Агент наивно полагала, что после короткой терапии все вернется в норму и не осознавала всех масштабов проблемы. Затем решила сама нанести визит специалисту, работавшему с ее маленькой актрисой, и узнать, как обстоят дела. От услышанного Хансен пришла в ужас. «У этого ребенка серьезные вербальные умственные и эмоциональные проблемы. Я обязана сообщить об этом в службу защиты детей», — сказала психолог. Она так и сделала, ведь она обнаружила, что ребенок подвергается домашнему насилию. Департамент по делам детей округа Лос-Анджелес отреагировал на обращение. Позже его сотрудники прокомментировали ситуацию так. Мария Барси сказала им, что у нее есть план действий, как обеспечить их с дочерью безопасность, и поэтому служба защиты детей отдала инициативу в ее руки. План действий Марии предусматривал переезд в квартиру, которую она сняла в мае за 700 долларов. Дело в том, что комиссии по делам детей были предусмотрены бюджетные средства на то, чтобы забрать девочку из дома и предоставить ей другое жилье. Но эти расходы не покрывали проживание матери. Это разлучило бюджет с мамой, поэтому новохозяйка Мария приняла решение работать и снимать жилье. Квартира располагалась в отеле «Риджинси Премьер», расположенном по адресу 8525 Тобиа-Совеню, 314 Панорама-Сити, прямо через дорогу от торгового центра «Панорама». Квартира стала своего рода дневным убежищем. Она проводила там целые дни со своей дочерью, а вечером возвращалась домой. Место было достаточно недалеко от Йозефа, чтобы он не догадался, что Мария переезжает, и однажды не последовал за ней. Она понемногу перевозила туда их жудит вещи, никогда не забирая из дома много за раз. Мария не могла открыто заявить Барсе о разводе. Несмотря на то, что он увлекся другой женщиной, он был в шаге от того, чтобы убить жену. И та это осознавала. Однако Йозеф был не так глуп. Однажды он заметил, как жена выносит из дома коробки с вещами и спросил ее об этом, на что Мария ответила, что она раздает кое-какие вещи друзьям. Но Мария все не переезжала в квартиру окончательно. А служба зачеты детей, по их собственному утверждению, не могли ее заставить. Мария думала, что все под контролем, что она съедет не сразу, а потихоньку. В тот момент Йозеф уже почуял, что что-то не так. Он заметил, что Мария проводит дома не так много времени, как раньше. Возможно, она планирует сбежать, но никто не имеет права отнимать у него его семью, особенно малышку. Хансен убеждала Марию окончательно порвать с мужем, но та продолжала колебаться, заявив в июне, что хочет остаться до дня рождения жудит. «Затем в июле она сказала, что не хочет терять свой дом, свои вещи, картины и мебель. Ведь она не сможет вынести все это незаметно для Йозефа. Она действительно любила свой дом и то, что принесла ей карьера Джудит», говорила соседка Юнис Дель. «Она не хотела оставлять эти вещи». Конечно, приоритеты Марии вызывают вопросы. Почему она оставила материальные ценности превыше безопасности своей дочери? Однако понятно, что ей не нравилась идея ютиться в крошечной арендованной квартире, в то время как ее мужу достанется дом и все, что заработала их дочь. Были другие причины. «Я не могу, потому что он придет за нами и убьет нас. И он угрожал сжечь дом дотла», — говорила Мария той же соседке. В других случаях она оправдывалась тем, что хотела сохранить свою семью или защитить карьеру дочери и уберечь ее от негативной прессы. Мария осознавала, что отношения уже не спасти. Она также упомянула Дейли, что подумала подать на развод, но Мария хотела сохранить свой дом и имущество. Она также ждала чек с налоговым возвратом на сумму 12 тысяч долларов и не хотела, чтобы эти деньги достались Джо. Она нуждалась в средствах, чтобы содержать Джудит и себя в их будущей свободной жизни. Месяц спустя после того, как в департамент по делам детей округа Лос-Анджелес поступило обращение психолога, дело было закрыто и снято с контроля. Джо усыпил ее страхи. Он убедил Марию, что даст ей развод и съедет. Социальный работник, которой было поручено дело Барси, не стала настаивать. На тот момент под ее надзором было 67 детей, что явно выше нормы, и это количество ситуаций явно намного превышало то, которое можно реально контролировать. Ее убедили в том, что мать девочки, которая находится в опасной жизненной ситуации, в самом деле разведется с мужем, съедет от него и сама обеспечит безопасность своего ребенка. Джудит Барси получила роль в четвертой части франшизы «Челюсти. Месть» и собиралась уехать из Лос-Анджелеса на Багамы, где планировались съемки. Одним из любимых занятий Джудит было плавание. Девочка предвкушала время, которое они прекрасно проведут с мамой на солнечном пляже, упаковала для съемок свой собственный купальник и радостно собирала вещи. Отец попрощался с девочкой весьма своеобразно. Барси вытащил нож и прошипел собственной маленькой дочери. «Если ты не вернешься, я найду тебя и перережу тебе горло». Джобл зол на необходимость отъезда дочери, но отказался от авиабилета, предложенного студией, чтобы навестить ее на Багамах. Дети не могут проводить столько же времени на площадке, что и взрослые актеры, поэтому после непродолжительных съемок Мария и Джудит отдыхали, ходили на пляж и общались с другими актерами. Мария быстро нашла общий язык с несколькими коллегами дочери по фильму. Она рассказывала им, какая обстановка царит дома. Поначалу многие откликнулись на ее проблему и пытались помочь. Новые друзья советовали Марии после съемок не возвращаться домой, ведь у нее с собой были вещи, документы и, что главное, дочь. Ей помогали найти жилье и строили планы, как скрыться от агрессивного мужа и начать новую жизнь. Но Мария только делилась проблемами. Ничего больше. Она не искала их решения. Сегодня одна была решительно настроена уйти от мужа, а завтра делала вид, что все хорошо и игнорировала помощь. Всем стало понятно, что она планирует вернуться к Йозефу. И вскоре предложения изменить ее ситуацию перестали поступать. Это превратилось в историю про мальчика, который кричал «Волк». Мария так часто жаловалась, но не реагировала на то, что ей говорят, и люди перестали воспринимать ее слова всерьез. У некоторых даже складывалось впечатление, что женщине просто нравилось внимание и сочувствие, которых притягивало к ней ее бедственное положение. По мере того, как съемки затягивались, Джудит становилась все более напуганной, замкнутой и огорченной. Когда пришло время возвращаться домой, Мария решила навестить с дочерью своего брата Уэлдона во Флэшинге, штат Нью-Йорк. Барси воспринял это, как и всегда, как очередную попытку Марии сбежать. Он позвонил в дом Уэлдона и сказал позвать дочь к телефону. Джудит взяла трубку. «Помнишь, что я сказал тебе перед тем, как ты уехала?» – спросил Барси, имея в виду инцидент с ножом. Джудит отчаянно завизжала, разрыдалась и выбежала из комнаты. Она билась в истерике. А ее мать немедленно заказала билеты на самолет в Калифорнию, прервав визит к брату. Чтобы вернуться к кипевшему от ярости мужу, так 10-летняя актриса вернулась домой, где ей вскоре предстояло умереть. 25 июля 1988 года Джудит прошла прослушивание у Ханны Барбары для предстоящего телевизионного мультсериала. Маленькая девочка хотела стать актрисой озвучивания во взрослой жизни, но мечта была разбита. Джудит в последний раз видели катающейся на велосипеде по окрестностям Каннега-парка. В ту ночь Джудит планировала заночевать у подруги, однако по какой-то причине не осталась и ушла домой. Два дня спустя, 27 июля 1988, в среду, около 8.30 утра, миссис Дэйли испытала сильнейший шок своей жизни, поливая свой сад. Нет причины, были не ее садовые культуры. Со стороны двора дома семьи Барси донесся громкий хлопок, а затем повалил дым. Она тут же подумала, он все-таки сделал это, он убил их и устроил пожар в доме. Дэйли сделала то же, что и любой разумный человек на ее месте набрала 911. До прибытия пожарных и медиков один из соседей, Майкл Катт, взял садовый шланг Дэйли и попытался пробраться в дом, но дым был слишком густым. Внутренняя часть дома была сильно повреждена, и все, что в нем находилось, сгорело дотла. Барси осуществил угрозу, которую я высказывал в течение, по меньшей мере, пяти лет. Малышка Джудит Барси была найдена на левом боку в ночной рубашке. Она лежала в своей кровати с балдахином, рядом с розовым телевизором, который подарил ей отец, чтобы извиниться за тот случай, когда в порыве гнева оттаскал ее за волосы. Она была застрелена в голову на вылет и умерла мгновенно, так и не проснувшись. Мария и Джудит ушли спать, оставив Йозефа пить в гостиной, как всегда. Но в тот вечер Барси прошел к кладовке в своей спальне, где хранил оружие, и достал пистолет 32-го калибра. Затем он направился в спальню у дочери и приставил дуло к ее виску. Когда Мария услышала выстрел, то проснулась и помчалась в комнату Джудит. Йозеф встретил ее в коридоре. Между ними завязалась короткая потасовка. Марию нашли там же, лицом вниз, в ночной рубашке. Она инстинктивно пыталась защитить голову и лицо руками, но от пули спастись этим невозможно. Йозеф застрелил ее также в голову. Ей было 48 лет. Следующие пару дней после двойного убийства Йозеф провел, бродя по дому, в котором лежали тела его жены и дочери. Там же, где их настегли пули. Видимо, допивал рядом с трупами последнее. Когда Джудит не пришла на прослушивание, которое было запланировано на 27 июля, студия позвонила ее агенту, чтобы узнать, где юная актриса. Рут, в свою очередь, позвонила в дом Барсии. Тот снял трубку. Он сказал, что намерен уехать навсегда, ему просто нужно время, чтобы попрощаться с его маленькой девочкой. Он также сообщил агенту, что его жена и дочь куда-то уехали на машине. После этого разговора 55-летний Йозеф обрил тела Джудит и Марии бензином и поджег. Затем он зашел в гараж и выстрелил себе в голову из того же пистолета, из которого убил свою дочь и жену. Пуля прошла насквозь дверь гаража, и именно этот звук так напугал ее соседку Юнис Дейли. Полиция не строила предположений. Все улики были однозначны. Пистолет был у Йозефа Барси в руке, а баллон с газом лежал неподалеку. Рядом с телом Джудит, облитым бензином, нашли колпачок от канистры. Безусловно, Джо узнал, что скоро произойдет то, чего он так панически опасался. Он потеряет и жену, и дочь. Заключительный акт обладания? Возможно, это было чувство собственничества. Если она не достанется мне, то она не достанется никому. Более сочувствующие друзья предполагали, что он, возможно, не хотел оставлять своего ребенка одного в этом мире после того, как они с женой уйдут. На похоронах Джудит Барси присутствовали многие знаменитости, которые знали ее и работали с ней. Лэнс Гэст, сыгравший ее отца в «Челюстик 4», был одним из тех, кто нес гроб на ее похоронах, а сестры Голд прочитали стихотворение Эдгара Гэста «Мое дитя» в качестве надгробной речи. Одной из работ Джудит было озвучивание маленького динозаврика Даки в мультфильме «Земля до начала времен». Фирменная, абсолютно неподражаемая, милая реплика ее персонажа «Да-да-да» написана на отгробии маленькой актрисы. Джудит была похоронена вместе со своей матерью на Форест Лоун на Голливудских холмах. Поразительно, но, несмотря на громкое дело, их могилы оставались безымянными целых 16 лет, пока поклонники неравнодушные не объединились и не установили надгробие в 2004 году. Карьера Джудит продолжалась даже после ее смерти. Дон Блуд был просто очарован маленькой девочкой и тем талантом, который она излучала. Все псы попадают в рай и ее последняя работа. Беззаботная история о том, как пес восстает из мертвых ради мести своему убийце, используя девочку-сироту, которая умеет разговаривать с животными. И на минуточку вы вспомните, что это мультфильм для детей, а не фильм ужасов. Это также фотосмагория убийств, изображения ада, демонов, пьянства, азартных игр, адского пламени и в синих теней для век. В жизни Джудит Барси мистически переплелись добро и зло, жизнь и смерть, как в обстоятельствах, так и в творческих проектах, в которых она работала. Для Блута табуированные темы в порядке вещей. Он прошел Диснеевский цех анимаций, сотрудничал со Спилбергом и фанател от мышей, которые появляются почти в каждой его работе. Блут не стал ценировать свои истории, а вместо этого использовал элементы секса, боли и преступления, от которых Дисней деликатно уклонялся. А еще он честно показывал смерть. В 1988-м Блут выпускает легендарную полнометражку «Земля до начала времен», о которой я уже упоминал. «Вы наверняка помните этих динозавриков, а при упоминании сцены, где умирает мать Литтлфута, возможно, у вас щебит сердце». Дон Блут в своем творчестве считал важным рассказывать о таких сторонах нашей жизни даже в контенте, предназначенном для детей. «Если вы не показываете тьму, вы не будете ценить цвет. Важно видеть и хорошее, и плохое». Однако не все с ним были согласны. Стивен Спилберг и исполнительный продюсер Джордж Лукас вырезали 19 сцен из полнометражки в страхе, что одна часть зрителей в зале кинотеатра будет плакать, а другая злится, что первая плачет. Дополнительно компания решила перестраховаться по поводу сцены смерти матери. Мультфильм посмотрела команда психологов, чтобы оценить, насколько травматичным может оказаться подобное режиссерское решение. Даже зная все это, примечательно, что все псы были а. выпущены в кинотеатрах как есть, без вырезанных сцен, как было с землей до начала времен, б. каким-то образом попали в категорию детских фильмах и в. превратились своего рода марку, увековеченную фигурками в детских хаппи-мил. В конце 80-х студия Блута из-за финансовых трудностей переезжает в Ирландию, находит инвестора, берется за новый проект. Изначально планировался мультфильм в стиле нуарного детектива в трех частях о псе-сыщике. В финале от этой идеи остался лишь гангстеровский вайб. Но после успеха Анастасии и Американского хвоста Блут шел на риск. Посмотрев трейлер, вы, возможно, также поймете, почему родители не решались брать своих детей на праздничную премьеру, и «Все псы попадают в рай» стал одним из худших премьерных уикендов всех времен. Главного героя Чарли Бибаркин озвучил любимый детский актер герой вестернов Берт Рейнольдс. Есть только одна загвоздка, это мюзикл, где герои то и дело затягивают песню. Но актер Берт Рейнольдс не умел петь. Я не имею в виду, что он не умел хорошо петь. Рейнольдс вообще до этого никогда не пел ни в одном фильме или в жизни. Ну, разве что в душе. Наверное, это было примерно так. Берт, мы тебя уже наняли, но вспомнили, что нам нужно, чтобы ты пел. Ты споешь? Берт, наверное, засветился своей ослепительной улыбкой и ответил «Да без проблем». Неужели Блуд думал, что харизма Рейнольдса настолько неотразима, что люди не заметят, как он халтурно исполняет песни? Наверное, решил, что неспособность Рейнольдса петь станет частью обаяния Чарли. Мультфильм начинается с того, что наш герой бежит из камеры смертников. Погодите-ка, это какая-то собачья тюрьма? Чарли был близок к казни, прежде чем сбежать из своей темной промозлой темницы. Видимо, был осужден по особо тяжкой. Время рытья тоннеля Чарли и его верный приятель Итчи случайно открывают водопровод и чуть не тонут. Первый, но не последний повод для детишек переживать за жизни героев. Первая остановка Чарли и Итчи после побега? Собачье казино? Чарли владеет им совместно со своим партнером злобного вида бульдогом по кличке Карфейс. Главная достопримечательность казино – крысины и бега, в которых паршивые на вид грызуны натравливаются друг на друга. Дети же должны когда-нибудь узнать об острых ощущениях ставок и гонок, верно? Кроме того, каждая собака в этом заведении явно опьянена обычным человеческим пивом. Среди посетителей казино, поникших на вид собака, завулированный образ проститутки. Как и у всех героев мультфильма, собаки людей и даже у маленькой девочки, с которой Чарли скоро познакомится, ярко-синие тени для век. Мы узнаем, что пребывание Чарли в камере смертников не было случайным. Его подставил Карфейс. Киллер, прихвостень Карфейса, предлагает способ избавиться от Чарли. Ты хочешь, чтобы я задавил ему голову плоскогубцами? Сложно представить более негуманный способ. И вообще лучше не представлять. Чарли врывается в офис Карфейса и предлагает украсить их заведение, пригласив танцовщицу. Явные намеки на отсутствие у Чарли морального компаса. Киллер отводит Чарли в конец причала, завязывает ему глаза и указывает, что у них с Карфейсом есть для него подарочек. Этот сюрприз машина, которую они толкают с холма на причал, сбивая Чарли и сталкивая его в воду. Неясно, умер ли он от утопления или от ран, полученных в той автокатастрофе. Спасибо, хоть без подробностей. Чарли на небесах приходит в ярость, узнав, что его прикончила собака, которой он доверял. Это Карфейс, я убью его. Ах, кровожадная месть самая здравая мотивация детских мультфильмов. Итчи, травмированному тем, что он стал свидетелем жесткого убийства своего лучшего друга, снится кошмар. Он просыпается только для того, чтобы обнаружить своего предположительно мертвого друга, стоящего перед ним. Итчи потребуется серьезная психотерапия. Чарли и Итчи раскрывают секрет Карфейса. Он пленил маленькую девочку по имени Энн Мари, которая обладает способностью разговаривать с животными. Она может узнать, какие крысы выиграют скачки. Давайте-ка еще разок. Энн Мари, очаровательная девочка-сирота, находится в плену у собаки, одетой в жилет и курящей сигару, которой используют ее в своих целях. Ее первая реплика «Мистер Карфейс, можно мне сегодня выйти на улицу?» Душераздирающий. И гораздо более душераздирающий факт. Энн Мари, отчаянно пытающийся найти любящих родителей, озвучивает Джудит Барси. В своем доме, ограниченная запретами тирана отца, она также была в своеобразном плену. Когда Чарли видит Энн Мари, одетую в лохмотье, одинокую, испуганную, он не думает «Эй, этой девочке нужна моя помощь!» Вместо этого он видит знаки доллара. Чарли и Итчи похищают Энн Мари, обещая ей комфортную и счастливую жизнь. Но они лгут. Они отвозят ее в дом Чарли, заброшенные такси на свалке. Согласно мультфильму, в 1939 год в Новом Орлеане процветали и подпольные лягушачьи, черепашьи бега Чарли и Итчи открывают новое казино, где есть танцующие девушки, собаки, а также полный бар спиртного. Честный, незапятанный способ заработка на жизнь, так ли? Пока Чарли уговаривает Энн Мари остаться с ним, несмотря на то, что он игрок-дегенерат, собака на заднем плане пьет до тех пор, пока не падает в обморок. Чарли периодически навещает сексуальную Колли по кличке Фло и стайку щенков, которые живут в полуразрушенной заброшенной церкви. Парень без обязательств и многодетная мать, безнадежная, ожидающая, что он будет воспитывать ораву ее детей, и интересные перспективы. Чарли снится совершенно травмирующий сон о жутком собачьем Аде, который нужно просто видеть. Энн Мари оказывается в доме Гарольда и Кейт, которые кормят ее вафлями. Ура! Но затем Чарли вынуждает свою юную подопечную покинуть единственный, теплый, любящий, настоящий дом, который у нее когда-либо был. Они убегают только для того, чтобы их захватила группа крыс, которые намереваются перенести их в жертву своему богу, огромному сексуально неопределившемуся существу по имени король-аллигатор. Тот переходит к выводу, что голос Берта Рейнольдса слишком красив, чтобы Чарли можно было съесть. Далее идет такая фотосмагория, что подтекст очевиден. Аллигатор хочет сделать Чарли нечто большее, чем просто музыкальный номер, если вы понимаете, о чем я. У Энн-Марии высокая температура и, возможно, пневмония. Вместо того, чтобы отвезти ее в больницу, Чарли тащит ее в заброшенную церковь, потому что быть окруженной облезлыми псами это явно то, что ей сейчас нужно. Чарли говорит Итчич, что ему плевать на Энн-Марии, это мы и так поняли, что он использовал ее все это время и что как только он с ней покончит, они отдадут ее в сиротский приют. Затем Энн-Марии может удостоиться чести быть одновременно сожженной заживо и утопленной, что в некотором роде впечатляет. Аллигатор загоняет Карфиса в воду, в экстазе облизывая губы и мурлычуя, восхитительно предвкушая нечто такого рода, как и то, что он мечтал сделать с Чарли. И вот Чарли приходится выбирать между спасением своих собственных промокших часов, позволивших ему отстрочить дату своей смерти, и Энн-Марии. Но, к счастью, убирает жизнь ребенка, что в некотором роде трогательно, но и ужасно, потому что главный герой уже умирал, и теперь ему предстояло пройти через это снова. Энн-Марии находит дом и любящую семью. Фуф, ну наконец-то! Той ночью ее новая комната наполняется красным демоническим светом. Призрак Чарли входит в ее комнату, очевидно, Люцифер позволяет ему попрощаться с Энн-Марии в последний раз, прежде чем его утащут обратно в подземный мир. В финальных титрах звучит песня Love Survives, мелодия которой является лейтмотивом всего мультфильма. Она посвящена Джудит. Судя по титрам, потребовалось десять признанных сценаристов, чтобы составить план этой запутанной, непоследовательной, невероятно абсурдной, бредовой истории. Но Блуд добился своей цели. Его картина «Все псы попадают в рай», пособие для детей и взрослых, о бессмысленности и бренности существования и принятия смерти. Жизнь жестока, радость мимолетная, любовь фальшива. Все персонажи, кроме жертвы и обстоятельства Энн-Марии, действуют лишь движимые своими незаменными инстинктами и жаждой наживы. Это даже невыдуманная реальность, это обыденная земная жизнь с ее барами для одиноких, крысиными бегами, стремлением к благосостоянию и отсутствием моральных ценностей. Просто вместо людей здесь очеловеченные собачки. Это та же реальность, которая не уберегла маленькую девочку, которая звала на помощь. Как и в мультфильме, люди, которые должны были защищать ее, делали все не так. Еще одной пугающей работой стала роль Джудит в мини-сериале «Фатальное видение» 1984 года. Это была ее первая роль в кинокартине после съемок в рекламных роликах. По сюжету пожилой мужчина тратит 9 лет за неустанные попытки доказать, что его зять, бывший армейский врач Зеленых Беретов, убил свою беременную жену и двух дочерей. Сам фильм также построен на реальных событиях. Мужчина по имени Джеффри Р. Макдональд был солдатом армии США и убил свою семью. По зловещему предзнаменованию Джудит сыграла одну из девочек, которая по сюжету стала жертвой собственного отца. Очень грустно думать об этом, учитывая, какая участь постигла ее саму. Джудит Барси стала жертвой филицида в судебно-психиатрическом аспекте это умышленное убийство родителям или родителями собственного ребенка. Ее голос стал голосом всех детей, которые молча подвергаются домашнему насилию, как физическому, так и эмоциональному, и которых никто не слышит. Отец не только убил человечка, которого, по его словам, любил больше всего на свете, но и система социальной защиты не смогла предотвратить бедствия, о котором ее предупреждали. Одна из проблем заключается в том, что системе сложно предотвратить эмоциональное, а не физическое насилие. Детектив полиции Лос-Анджелеса Сандра Палмер, которая расследовала убийство Джудит, заявила «Как мы можем защитить кого-то от угроз? Честно говоря, на самом деле не можем. Вы можете говорить «Я убью тебя!» Так говорить не запрещено, потому что у нас свободное общество. Запрещено так делать». Очень странное заявление для детектива полиции, ведь в Уголовном кодексе Калифорнии, принятом в 1872 году, есть статья 422. Это закон, который квалифицирует как преступное сообщение угрозы кому-либо. Это преступление известно как криминальная угроза, но, увы, очень часто полиции не рассматривают такие угрозы, если они исходят от мужа, парня или бывшего. Примерно через два месяца после смерти Барси, 7 сентября 1988 года, газета Los Angeles Times сообщила, что окружная консультативная комиссия отчитал департамент за прекращение расследования угроз применения насилия в отношении Джудит и Марии Барси. Они закрыли дело по просьбе матери. Но, с другой точки зрения, чиновники были обязаны действовать в интересах ребенка, несмотря на действия и желания Марии. Результатом расследования стало то, что было выделено больше средств, чтобы социальные работники не были перегружены работой, и что перед закрытием дела следует посетить дом или опросить ребенка. Мы не можем спасти каждого ребенка, прокомментировал пресс-секретар департамента по делам детей. Та же организация, которая была создана для предотвращения подобных злоупотреблений и борьбы с ними, с треском провалила дело спасения ребенка и, к сожалению, все еще продолжает это делать. Это дело, в котором все все правильно делали. По крайней мере, на первый взгляд. Мария не скрывала свою проблему, домашнее насилие в их с Йозефом семье. Джудит также не делала секрета из этого, что происходит дома. Окружающие искренне пытались помочь, даже социальные службы пытались помочь. Однако, все оказалось напрасным. К сожалению, очень часто происходят ситуации, когда женщины и дети сталкиваются с постоянными угрозами и жестоким обращением. Возьмем, к примеру, историю Мишель Кейн, которая пряталась в доме подруги у Уэст-Хиллз от своего жестокого мужа Майкла Кейна. В субботу, 15 июня 2013 года, Майкл ворвался в дом на Уэст-Хиллз и зарезал Мишель на лужайке перед домом. К счастью, двое детей не пострадали. Накануне Мишель обратилась за помощью в полицию Лос-Анджелеса, но безуспешно. И, как тесен мир, таунхаус семьи Кейн расположен в паре кварталов от бывшего дома Барси. Кстати, а что же случилось с домом, который стал сценой чудовищного преступления? Семья Бернель понятия не имела, во что ввязывается, когда покупала старый дом Барси и переезжала в него. Они также не знали, что в этом доме произошло два убийства и одно самоубийство. Однако, чтобы узнать это, им не потребовалось много времени. Они переехали в этот дом в 1999 году и вскоре после этого поняли, что что-то не так. Бернель стали замечать в доме необъяснимые явления. Непонятные движения, например, падение висящих портретов, открывание и закрывание дверей, а также движение гаражной двери вверх и вниз само по себе. Это казалось нереальным, как будто они снимались в фильме ужасов, только они переживали это в реальной жизни. Члены семьи также чувствовали необъяснимое дуновение ветра, холодные сквозняки в доме и общее темное присутствие, которое, казалось, бесконечно витало по всему дому. Как и ожидалось, новая обитательница старой комнаты Джудит Габи Бернель страдала больше всех, поскольку ей снились безумные кошмары. Упаковался редух маленькой девочки с миром. После того, как она прожила полную волнение и жизнь и умерла ужасной смертью, можно предположить, что нет. Судя по рассказам новых домовладельцев, призрак Джудит активно разгуливал по дому. Семье Габи было достаточно страха и преследования, и они решили принять меры. Бернель захотели переделать дом, чтобы избавиться от любых воспоминаний или предметов, которые удерживали призрака, и попали на телешоу Murder House. Шоу состоит из команды дизайнеров, медиумов, экстрасенсов и детективов из отдела по расследованию убийств. Они помогают домовладельцам справиться с ужасными вещами, которые произошли в их домах. Здание преобразилось не только физически, но и спиритически. Ожидаемый результат преображения заключался в том, что призраки, страхи, связанные с домом, полностью исчезнут. Эти ожидания оправдались, и семья Бернель снова обрела покой. На момент смерти в возрасте 10 лет Джудит Барти многое пережила и достигла большего, чем большинство людей за всю свою более продолжительную жизнь. Она вызывала улыбки у многих, кто наблюдал за ее расцветом и ростом по домашним телевизорам. После нее осталось небольшое, но яркое творческое наследие и горечь от того, что маленькой девочке не смог помочь никто из взрослого мира, который ее окружал. Возможно, виновата полиция или служба защиты детей, но прежде всего двое людей, на которых лежала ответственность за ее жизнь. Родители, как никто другой, должны оберегать своего ребенка. И Мария, и Йозеф сами принимали решения, и эти решения привели к трагедии. Благодарю, юные детективы, за просмотр этого ролика. Как всегда, напишите, пожалуйста, комментарий, что вы думаете по поводу этой истории. Берегите себя и друг друга. До встречи в следующих роликах. О, да, 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 я знаю, я знаю. Я знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!